шамиль спрашивает можно ли вегетарианцам и сыроедам есть макароны хлеб и сливочное масло а также соевую спаржу разновидность корейских салатов вот соевая спаржа может быть еще на переходном периоде сыграет какую-то роль но друзья макароны это не сыроедный продукт муку сварили и потом высушили при высоких температурах прежде чем сделали из нее не сварили я не очень разбираюсь производстве макарон но наверное эта мука смешивается с водой потом и сушить при высоких температурах а потом вы еще их варите когда когда достаете из пачки то есть это уже не сыроедный продукт хлеб то же самое есть прекрасный сыроедный хлеб мы с григорием вчера доели последний сделал прекрасную корзиночку мы покажу в рецептах на личных страничках у себя мы ее вчера за просмотром мультфильмов доели и было очень вкусно сыроедный хлеб не нужно есть никакие не дрожжи никакую не обработанную муку сливочное масло тоже животный продукт тяжелое но есть растительное масло хлородного отжима который является животным продуктом горе скажи что не по поводу макарон хлеба и сливочного масла на сыроедении мы смотрели смотрели хороший фильм джекчан его сам снял продюсер мы смотрим фильмы бывают еще такие милые мультфильмы когда нет времени и на что есть времени только посмотреть на серию мультфильмов когда смотрим от фильма сочувствовали достаточно добрый и какой-то позитивный что касается макарон проблема большей части макарон делается с белой муки из которых все вытащено все полезное то есть там один крахмал и макарон проблемы людей с желудком и вообще это как поедание белого риса скажу и без оболочки и без всего проблема хлеба основная ведь это булка те же самые макароны получается плюс там еще термофильные дрожжи особенно опасно что касается сои надо понимать что соя из которой все это было сделано она и гмошная вся американская фактически вся американская соя гмошная канадской сои много гмошная тоже пришлось особо знаю практически вся особенно продукты приедите надо понимать кто производитель что откуда какое происхождение этой сои какой состав какие-то продукты соевые сама соя продукт насколько я знаю очень богатая разными химическими элементами одной совесть нельзя но она достаточно богатой химическими элементами там даже витамин b12 есть помню раскладки по сои там около 20 элементов полезных химических элементов надо еще понимать что соя натуральном виде есть свое обработанное что-нибудь типа так называемое соевое мясо это пошло термообработку и в реальности до всех витаминов уже нет термообработки но вопрос в том что сои не очень вкусный продукт таковое мало кто его ест еще нужно учиться соедом так готовить что он оставался вкусным соевое мясо придуманный продукт искусственный более-менее вкусно особенно все специи смешивать раньше сырую пророченную сою нужно научиться кушать научиться готовить не просто очень специфический вкус многие продукты которые являются вегетарианским они являются сыроеческими надо понимать в чем их происхождение то есть например молочка она составит много очень слизи и тоже макаронные изделия тоже слизи много организм нужно себя вводить и выводить то организм болеет так сильно как от мяса но болеет если заболевание связано молочные продукты от них еще больше слизи жирный продукт такие как масло и сметана очень высокое содержание жиров совсем естественные это конечно намного лучше чем какой-нибудь крем и которые в тортах обычно бывают вообще полухимические или химические поэтому стараться делать свою еду настолько приближен к природному состоянию насколько это возможно понимаете сыроеды а у тунной сыроеды знакомая сыроедка из швеции она вообще не кушает ничего что не прорастает человек пытается получить максимум энергии из еды продлить цикл получить максимум энергии из того что человек потребляет как я отношусь к хлебу как отношусь к макаронам как я отношусь к паржи вы становитесь вегетрианцем из мясоеда вам нужно как-то заменять то что вы ели в плане мяса к химическому составу по вкусовым характеристикам и зачастую эти продукты помогают пшеные макароны какая-нибудь соевая аспаржа то есть она помогает вам выйти с проблем сливочное масло эти продукты тоже далеки от идеала и если вы хотите иметь высокий тонус надо заменять на более естественные продукты молоко на самом деле неестественные тоже продукт мясо тоже неестественно хотя бывают будет отдельно взятые люди которые ими могут питаться но это обычно единицы организм умеет на них перестраиваться в природе есть естественный цикл и естественный ритм и организм эти ритмы может устраиваться чем более естественная еда тем у вас больше возможностей к развитию и физическому здоровью по коллективу конечных суть бессмертия здесь такая неплохая книжка у шумшука строение путь бессмертия я не слышал ни у кого книжки и вегетарианство путь бессмертия вегетарианство это возможность избавиться от проблем которые на уровне мясоедения это возможность прийти теоретически по крайней мере практически научных данных много и хотя есть и научные данные известные случаи что в россии было много деревень где жили сыроеды там были люди которые жили по 200 по 300 лет вегетарианстве это делать сложно и средние практически невозможно в грузии жили люди которые много питались овощами и фруктами и много ели мяса были случаи что недостаточно 10 лет доживания но больше нет у мясоедов есть определенное ограничение поедая трупы ты из организма из ресурса организма больше не вытащишь ничего в вегетарианстве ресурс уже уже больше на сыроедении в общем то можно идти к максимальному ресурсу максимальность и возможно максимальным возможности магазин благодарю григорий вот тут еще ольга спрашивает всем ли полезно вегетарианство если как кто-то кому это не полезно ну григорий уже ответил на этот вопрос ольга всем паре полезен тип питания который является более высокочастотный чем тот на котором они сейчас живут то есть растите развивайтесь сегодня вы мясоед завтра вы вегетарианец послезавтра вы веган затем вы сыроед потом вы кушаете прану то есть это и есть эволюция не стоите на одном месте дело не в мясе вегетарианстве и веганстве если уже вы не хотите вдаваться глубоко в духовные душевные вопросы этой темы просто подумайте о том что вы всю жизнь стоите на одном месте и не развиваетесь человеческий организм это развивающаяся система дайте ему возможность вырасти до следующего уровня но не надо это делать насильно и ради моды а потом как григорий рассказывал в начале своей речи воровать курицу из холодильника днем рассказывая всем как полезно вегетарианство таскать мясо ночью из кастрюли да таскал мясо вот ночью из кастрюли молодой человек одним пропагандировал вегетарианство